Всем привет! Хочу вам показать покупки октября. Их было немного, но мне хочется поделиться с вами своими впечатлениями от них. Итак, давайте начнем. Так, средства для волос. Их, мне кажется, тут побольше. Я вам говорила, что мне очень понравилась банановая маска от Garnier. И я, конечно же, не удержалась и пошла себе купила буквально вчера маску Macadamia. И это разглаживание. Ей я еще, конечно же, не успела воспользоваться. Но, конечно же, возлагаю на нем большие надежды. Если мне банановая подошла, то, думаю, может и это будет так же хорошо работать. Потому что слышала, что и эту маску хвалят. Как бы я из банановой покупала, опираясь на отзывы. Она мне понравилась. И вот эту взяла. Приятный аромат. Она, знаете, похожий аромат был у меня L'Oreal El Seaf. Мне кажется, я брала маска с Роскость 6 масел. Что-то такое же, похожий аромат. Не знаю. В общем, посмотрим, как она будет работать. Купила я такое овсовое масло. Вот такое 100 миллилитров. Увидела у нас в магазине. Уже воспользовалась. Масло хорошее. Оно там у меня застывает. Видимо, дома недостаточная температура. Но я, опуская в баночку с горячей водой, масло растапливается и прекрасно наносится на волосы. Очень нравится. На моих волосах хорошо работают. Не сушат. У меня вообще нет проблем с маслами. Чтобы они как-то негативно воздействовали на волосы. К счастью, не только улучшают их состояние. Поэтому я стараюсь. Уже во многих видео говорила, что стараюсь, чтобы в моем уходе за волосами масло всегда присутствовало. Любое. Так. Для волос что еще купила? Решила я попробовать Глискур. Очень-очень давно не покупала. Глискур, по идее, мне не идет. Но слышала, что их состав обновился. Что они теперь другие. Не знаю, взяла. Это для безупречных длинных волос. Сыворотка кератина и экстракт цветка пиона. Защита от секущих кончиков, секущихся. И эффективное очищение у корней. Посмотрим. Гель, вернее шампунь я вижу как бы гелевая текстура. Объем взяла большой. Волосы у меня длинные. Поэтому все улетает очень быстро. И бальзам большой. Большая упаковка. Бальзам кремовый, густой. Как я люблю. Так что уже в пустых баночках я вам расскажу, как эти средства работали на моих волосах. Так, для волос все. Перейдем к средствам по уходу за кожей лица. Взяла я пенку от марки Либридерм. Гиалуроновая. Мне пенка понравилась. Она очень хорошо очищает кожу. И в то же время я не заметила какой-то стянутости и сухости. Видимо, она действительно не сушит кожу. Так что, я думаю, стоит обратить на нее внимание тем, кто не любит стянутости после процедуры умывания. Хорошая пенка. Единственное, мне не очень нравится, что я не вижу, сколько там продукта осталось. И от марки ДНС я купила себе сыворотку для лица с экстрактом улитки. Такая вот упаковка стеклянная, темная. Очень даже хорошо. Мне нравится. Буквально пара капель мне хватает этой сыворотки, чтобы нанести на лицо и на шею. Чувствуется эффект лифтинга, потому что кожа моментально подтягивается. Конечно, не очень комфортное ощущение, но я спустя пару минуточек наношу свой вечерний уход и все замечательно. Мне эта сыворотка понравилась. Естественно, с антивозрастным эффектом написано. С гиалуроновой кислотой. Мне кажется, она везде, во всех средствах сейчас у нас заявлена. Так что, вот, сейчас этой сывороткой пользуюсь. Так, для лица все. Переходим к средствам для тела. Их, ну, можно так сказать. Масло для кутикулы от Evelyn. Я до сих пор хожу без маникюра. Все интенсивно, ногти восстанавливаю, питаю. В общем-то, результатом я довольна. И у меня раньше были средства с маслом, выкручиваешься в виде ручки. Но они очень быстро у меня улетают. Мне это не нравится, поэтому я взяла вот такой флакончик. Его хватит надолго. Так, что у нас здесь обещает? Укрепление натуральной ногтевой пластины с маслом авокадо и витаминным комплексом. Так, кому интересно, давайте я вам приближу. И вы можете нажать на паузу и все это прочитать. Маслом я довольна. Я использую его раз в день. Наношу на кутикулу. Ногти у меня раз не окрашены, я наношу и на ногти. Все это втираю. И затем наношу крем для рук. И все замечательно. Ускоряется рост ногтей. Я это заметила. Маслом я осталась довольна. Так, далее. Купила, но, конечно же, еще не успела воспользоваться. Это скраб для тела. Написано, что он с жиросжигающей ореховой. Не воспользовалась. Тоже слышала, девочки хвалят. Он какой-то беленький. Ну-ка я попробую сейчас его открыть. Как эта крышечка открывается? Легко открывается. Пахнет что-то такое ореховое. Приятное. Достаточно густой. Поэтому, я думаю, не так быстро он закончится. Так что вот. Так, серия. Ой, серия, я говорю. Это фитокосметик марка. 100% натуральный состав. Посмотрим. Я покупала как-то масло для волос из этой фитокосметик. Тоже хватили, хвалили, к сожалению, маской или что-то. Ну, не пошло. Ну, скраб, я думаю, не так критичен будет. Все хорошо. А, еще для ногтей забыла показать. Для аппаратного маникюра я, смотрите, купила фрезу шар с красной насечкой. У меня кутикула мягкая, поэтому я ее очень легко удаляю вот этим шариком. Мне понравилось. И ноготь не травмируется, ничего. И достаточно быстро у меня все это удаляется. Вот таким, вот такой фрезой. Довольная. Так, уход все. Осталось у меня три средства из декоративной косметики. Быстренько вам расскажу о них. Сейчас на ютубе очень сильно шумит марка Стеллери. Ее очень хвалят. И, конечно же, мне захотелось тоже с ней познакомиться поближе. У одного блогера я услышала, как он хвалил вот эту помаду. Так, какая она здесь. И я запомнила, что засохшая либо увядшая роза. Оттеночек 23. Эта помада у меня сегодня на губах. Оттенок мой. Я люблю такие спокойные оттенки. Кремовая текстура, очень приятная. На губах вам видя. Ну, могу сделать и сводч. В общем-то, это несложно. Помадой я осталась довольна. Она матовая. Может, сатиновая. Вот такой оттенок спокойный. Мне нравится. Я с удовольствием пользуюсь. Она, конечно, не растекается, никуда не плывет. Так. Хотела прочитать, что за серия. Но, к сожалению, не найду. Единственное, что засохшая роза, что ли, так называется. Помада приятная, комфортно ей пользоваться. Ну, и такая лаконичная упаковка. Далее. От Стеллари я решила приобрести корректор. В самом светлом оттенке. Но он для меня даже светловат. Наверное, надо было взять второй оттенок. Маскирует все. Никаких претензий. Единственное, что он немножечко застывает. И поэтому его нанесли. И нужно сразу растушевывать. Иначе потом будет проблематично. Он беленький. Видно его, да? Очень хорошо покрытие хорошее дает. Очень хорошо все перекрывает. Единственное, оттеночек. Ну, там сколько оттенков я не помню. Но, мне кажется, можно подобрать под свой тип кожи. Я обычно всегда в тональные средства беру самый светлый. Думала и корректор. Но у них он очень выбеливает. Можно даже попробовать второй, наверное, оттеночек. Под кожу век... Ох, под кожу век. Хотела нанести на кожу век. Один раз попробовала. Но очень тяжело разносится. И растягивается кожа. Поэтому я не стала. И наношу я его точно. Что-то скорректировать на коже. Скрыть, если какие-то несовершенства. Далее. От стеллари я слышала, что очень хвалят коричневую тушь. Но коричневую я не стала брать. А взяла удлиняющую тушь. Вот так она выглядит. Кисточка в форме песочных часов. Вот она. В принципе, средняя длина. Эта тушь у меня сегодня на глазах. В принципе, среднее удлинение дает. Мне нравится, что пока она не осыпается и не отпечатывается. И особо так не склеивается. Но если что-то склеивается, этой же щеточкой неплохо можно прочесать. В принципе, тушь, я считаю, бюджетная цена. И качество достойное для такой марки. В общем-то, я не ожидала, что тушь будет хорошо себя вести на ресничках. Единственное, не знаю, как она летом будет вести. Потому что летом, в жаркое время года, у меня достаточно большое количество туши отпечатывается. В силу, наверное, того, что веки у меня жирные или что, не знаю. И на повседневный макияж эта тушь подходит более чем хорошо. В общем, такие у меня были покупки. Надеюсь, вам было интересно провести это время со мной. Спасибо вам за внимание. Всем пока!